Марс вдвое меньше Земли, в 10 раз меньше по массе. Ну и слава Богу, поэтому на него легко сесть, сравнительно легко взлететь. И в то же время он достаточно массивный и содержит рядом с собой атмосферу. Вот она тут наблюдается, атмосфера. И самое, пожалуй, привлекательное, это полярные шапки. Вот они есть. Значит, у него есть своя Антарктида, свой северный лёд. И лёд это всегда перспектива воды. Хотя, конечно, мы понимаем, что и не вода может быть льдом. Но, скорее всего, вода. И теперь мы знаем, что это и вода. В чём особенность Марса? Посмотрите на эту картину. Есть такое понятие зона жизни. По-английски habitable зона, её по-разному переводят. Зона обитаемости. Я люблю перевод зоны жизни. Это коридор расстояния от Солнца, в пределах которого на поверхности планеты может быть жидкая вода. Здесь слишком горячо. Она испаряется, закипает. Здесь замерзает. А в узком коридоре расстояния она на поверхности планеты жидкая. Но это жизнь. Без воды жизни нет. Это зона подвижная. Солнце когда-то было не таким мощным нагревателем, как сегодня. И зона жизни была к нему поближе. И туда Венера попадала. Сегодня Солнце раскочегарилось. Оно мощнее работает. Зона жизни отодвинулась. Земля по-прежнему внутри неё. Но теперь зона жизни приблизилась к Марсу. И его всё сильнее нагревает Солнышко. Сегодня на Марсе холодно. Где-то минус 60 среднегодовая температура. Ну, летом на экваторе там плюс 10 и плюс 15 бывает. Но на полюсах там всегда, конечно, очень холодно. Но перспектива такая, что на Марсе будет всё теплее и теплее. На Земле всё жарче и жарче. Я понял. Поэтому Марс, как запасная планета, нас привлекает. Астрономы давно изучают Марс, ещё до полётов космонавтов, в телескопы. В основном привлекали нас всегда моменты противостояния Марса. Противостояние, когда с Земли мы видим Марсом в одной стороне, а Солнце в противоположном. Противостояние. В этот момент они на орбитах сближаются. Вот орбита Земли, вот орбита Марса. Противостояние, когда мы сближаемся с Марсом по орбите. Поскольку орбита Марса довольно эллиптичная, то бывают противостояния довольно далёкие друг от друга, а бывают очень сравнительно близкие. Там 50 миллионов километров, это считается очень близко. Великие. Вот в третьем году было великое, в следующем будет в восемнадцатом году. Такое тесное сближение. Но эти моменты Марс хорошо виден. Обычно в телескоп вы увидите таким нетренированным глазом примерно такую картину, когда посмотрите на Марс. Полярная шапка видна даже в детстве. Ну, в такой школьный телескоп. Но как-то так особенно деталей на поверхности не видно. Космический телескоп Хаббл, конечно, лучше виден, чем мы с поверхности Земли. Но тоже, в общем, особо рассмотреть детали не позволяет. В середине девятнадцатого века начались важные открытия в связи с Марсом. Просто хорошие телескопы появились. И были открыты два спутника Фобос и Деймос рядом с Марсом. Они довольно полезны нам. Они маленькие, но как промежуточная база при полётах к Марсу, они могут когда-нибудь понадобиться. На них легко сесть. И с них потом уже на поверхность Марса опускаться. И вот самое, пожалуй, неоднозначное открытие – это итальянский астроном Скиапарелли обнаружил на Марсе такие тоненькие тёмные линии, которые соединяли большие тёмные пятна. Но поскольку традиция у астрономов тёмные пятна на любой планете называть морями, и на Марсе они тоже морями называются, Южное море и так далее, то Скиапарелли должен был как-то назвать эти линии, что он увидел. Он их назвал проток. Между морями что бывает? Пролил, проток. В итальянский – канали. Когда другие европейские языки стали переводить, то немножко не то ударение дали этому слову. В английском есть два термина – the channel и the canal. Channel – это естественная протока между Англией и Францей. Вот пролил. А canal – это всё-таки растительный канал, рукотворный. По-английски их назвали – the canals. И у людей появилась идея, что это действительно какие-то рукотворные каналы. Стали карты в конце 19 века, выпускной с марсианскими каналами. Их видел не только Скиапарелли, а все такие грамотные астрономы. Почти все видели. Самый увлечённый оказался американский журналист, бизнесмен. Просто богатый человек, любознательный. Персеваль Лоуэлл. Он забросил все остальные занятия свои. На все деньги семейные построил великолепную обсерваторию. Она и до сих пор очень известная тогда. Она лучшая в мире была. И лучшие карты марсианских каналов создали. И вот что интересно. Хотя среди учёных были неоднозначные мнения, есть ли эти каналы, видны ли они. Но посмотрите, карта Марса, изданная в НАСА. НАСА – это вполне научная организация. В начале 60-х, то есть до первых полётов к Марсу автоматических станций. Каналы тут есть. Детцы было некуда. Их видели, и зарисовывали многие наблюдатели. Прошло несколько лет. К Марсу слетали первые уже автоматы. Сфотографировали его. Следующая карта Марса, изданная в НАСА, каналов нет. Есть много каких-то деталей. Кратеры метеоритные, горы, каньоны. Куда делись каналы? До сих пор мы эту проблему как-то отодвинули в сторону. Но она на самом деле существует. Эти каналы видели еще в 20-м веке. Видели в середине 20-го века. А теперь мы их не видим. Даже в упор, глядя на Марс. С любого расстояния. Это аналогичные полушария Марса. Зарисованные в 20-м веке и сфотографированные в начале 21-го. Я специально рассказываю об этом, потому что не надо думать, что все решено. Многие проблемы научные как-то уходят в сторону, под ковер, куда-то остаются нерешенными. И к ним еще есть смысл когда-нибудь вернуться. Полет на Марс происходит по самой энергетически выгодной траектории. Ракета стартует от орбиты Земли, это орбита Марса. Ракета стартует и по баллистической траектории, половинка элипса, и летит к орбите Марса. Если она прибывает туда, тогда же, когда и сама планета по орбите подходит, это не трудно рассчитать. То она встречается. Полет длится в среднем 8,5 месяцев, мы вот мы говорили. Но это зависит от момента старта. Иногда дольше, иногда короче. Это зависит от того, в какой сезон вы стартуете. Но в среднем 8,5 месяцев. Первые аппараты советские туда полетели, не долетали. Но все равно далеко от Земли улетали, портились по пути. И американские портились первые. Первым долетел туда в живом состоянии, вот этот Маринер-4. Он тормозить не умел, он просто промчался мимо Марса. Сделал несколько фотографий с близкого расстояния, передал их на Землю. Я хорошо помню, в пятом классе учился, уже увлекался астрономией. Мы все думали, что Марс это почти живая планета. Песню пели насчет яблонь, которые будут свести на Марс. Ну, по крайней мере, представляем. Ну, роман «Аэлита» читали, по крайней мере. Да, «Аэлита» читали. И вот, что мы увидели. В газетах были опубликованы вот эти первые фотографии. Расстройство было довольно сильно, потому что луна была, вообще безжизненная, безжизненная, покрытая кратерами пространства, никаких яблоней, ничего. Но уже следующее посещение Марса были более интересными. Появился спутник. Это первый спутник Марса. Он уже наделал там много-много оборотов, передал несколько тысяч фотографий. И мы увидели почти всю планету. И оказалось, что она интересная. Вот особенно привлекли внимание русло рек. Ясно, что это русло рек. Тут притоки видны, вот, впадают русла. Нормальные русла личнее. А где вода? Мы до сих пор точно не знаем, где вода, которая проточила эти руслы рек. А понемножку понимаем, что часть воды с поверхности Марса должна была просто в космос испариться. Он слабо держит такие газы рядом с собой, не имея магнитного поля вокруг себя, как Земля. Он очень быстро теряет атмосферу, в том числе и испаряется вода. Но часть наверняка замерзла в коре, то есть в виде вечной мерзлоты там лежит. Ну и еще полярные шапки. Так что вода на Марсе есть, это факт. И просто она замерзшая. Посадки. Хотелось посадить на Марс космические аппараты. Американцы, и мы об этом думали, но мы, как всегда, были первыми тогда, в те годы. Но у нас никак вот не получалось в живом состоянии до Марса доставить технику нашу. Тогда нашли замечательный выход. Стали не по одному аппарату посылать, а сразу хватили. В надежде, что кто-нибудь долетит. Так и получилось. Четыре аппарата бросили к Марсу, два по дороге испортились. Два испортился уже рядом. Один испортился рядом с Марсом, но один, вот этот вот Марс-3, долетел и посадил на Марс вот такую штуковину. Ну, такого размера. Это была первая посадка на поверхность, ну, Луну мы не считаем, на поверхность другой планеты. Первая мягкая посадка. Она наша, но она любопытно произошла. Он сел, пошел радио, открылся, пошел радио сигнал с него и через 10 секунд прекратился. 10 секунд было с ним связано с поверхностью маршки. Что с ним произошло, бесспорник, кто не знает. Уже сел, уже начал работать. И через 10 секунд прекратил. Мало кто знает, что в его составе был первый марсоход. Даже в музее космонавтики у нас на ВДНХ экскурсоводы об этом не знали. Хотя вот он видит, просто они не знали, что это марсоход. Вот эта вот штуковина, размером с книгу, буквально вот такого размера, это первый марсоход советский. Причем, если американские марсоходы на колесиках, то наш был в прямом смысле марсоход. У него две лапки, и он вот так вот должен был ходить. Знаете, как шагающий экскаватор ходит. Вот у него две лапы и донышко. Он вот так себя переставляет. Тогда никаких Wi-Fi, там не Bluetooth, ничего не было. Он на проводе просто был. Провод длиной 15 метров, он мог на 15 метров отойти и работать. Мы не знаем, пошел он, не пошел. 10 секунд, сигнал прекратился. Можно там ходить? Может, молча. 71-й год. Проходили десятилетия, и все больше и больше накапливалось скепсиса. А вообще, посадили ему туда что-нибудь. Или это все выдумка, да? Так вот, два года назад его нашли. С орбиты сфотографировали, сиди. Просто мы не знаем, почему он испортился. Американцы через несколько лет только начали такие, но они успешно это сделали. Они в 75-м году, два вот таких могучих аппарата, посадили на Марс. Викинг-1 и Викинг-2. Это Карл Саган стоит рядом с ним. Это на Земле? Ну, на Земле. Пустыня в Аризоне была похожа на Марс. Там измельтывали эту штуку. Но это еще на Земле. Очень удачные аппараты. Они по несколько лет работали на поверхности Марса. Сегодня вокруг Марса... И вот это все созвездия роботов, которые отправляли к Марсу. Вокруг него, на поверхность. Причем тут они не все. Это просто серии. Вот, например, наши Марсы. Их тут много-много номеров. Он один раз нарисован. Но около сотни аппаратов к Марсу летало всего. Но статистика печальна. Половина из них не выполнила свои задачи. То есть погибла половина роботов только на пути туда. Так что запускать человека, это просто безумно было всего. А причина понятна, почему они делают радиации? Наши в основном из радиации. Наша электроника не приспособлена к высоким потокам радиации. Американцы делают специальную электронику для космической работы. А у нас, собственно, рядовая берется, которая, ну, от военной техники используется. А на войне, вы знаете, если бы бомба взорвалась атомная. Ну, в общем, ладно. Не будем об этом. Самый успешный космический исследователь Марса, это вот этот вот американский аппарат, Марс Экен Сайенс Орбитер. Он уже почти 10 лет там летает. И у него, что самое для нас важное, есть большой объектив. И он фотографирует поверхность Марса с разрешением 20-25 сантиметров. То есть след ноги человека на Марсе мы можем уже с орбиты там развлечить. Вот такой Google Earth гораздо хуже нам карту Земли показывает, чем эта поверхность Марса. Карта Марса замечательная. Сегодня мы все про него знаем. Там нет лесов, там нет океанов, вся его поверхность открыта. И мы ее можем буквально вот по сантиметрам сегодня изучать. Там есть гигантский каньон, вот самый большой орбита долины Маринера. 4000 километров в длину, тут примерно 700 километров в ширину. Глубина в некоторых местах, ну это его карта. Стенки там до 10 километров глубиной. Вообще Марс очень такая неродная планета. Карты Марса очень детальные. Атмосфера там хоть какая-никакая, но есть. Сейчас я вам два снимка покажу, и вы увидите, как она работает, атмосфера. Полярная шапка. Южная полярная шапка. Наступает весна. Солнышко освет. Там такие же сезоны года, как и у нас. Полгода полярная ночь, полгода полярный день. Наклон оси там есть. Так же смена сезонов там происходит. Наступает весна, солнце освещает эту полярную шапку. Этот лед в основном не водяной. Это лед углекислого газа. Атмосфера чистый углекислый, ну почти чистый углекислый газ. И в полярных районах так холодно, что углекислый газ снегом падает и замерзает в виде полярной шапки. Но когда солнце пригревает, он начинает быстренько возгоняться, испаряться. И большое газовое давление возникает. И потоки газа летят туда, где им замерзнуть надо. В другой полярный шап. И весной дует мощный ветер. Вот это три, четыре горы. Раз, два, три. Вулканы где-то километра по 22 высотой. А это крупнейший вулкан на Марсе. 26, Олимп, да. 26 километров высотой. Вот тут облака над вершиной одного вулкана. Прошло полтора или два месяца. Смотрите, во что природа. Пылевая буря. Воздух, ну, великий свой газ вернулся из южной полярной шапки в сторону северной. Поднял пыль с поверхности моря. Ничего не видно. Проступают над этой пылью только вершины крупнейших вулканов. А все остальное покрывает пыль. И сравните, никакой географии несколько месяцев не видно. Ну, потом пыль осаждается. И там полгода мы можем с орбиты видеть нормальный Марс. Он очень красивый, очень разнообразный. Вот это стенки каньона. Тут около 8 километров высота. Вулканолинк крупнейший там. Никаких железистых соединений. Почему? А почему нет магнитного поля? Магнитного поля. Чтобы генерировать магнитное поле, нужно жидкое железо, ядре. Я понимаю. А у него ядро уже холодное. Железо там уже в твердом состоянии. Он остыл. Вулканы тоже не работают. Когда-то они были вулканами. Ну, сегодня они уже 500 километров в диаметре, 100 километров кальдера вот эта вулканическая. Но она уже холодная, там никаких извержений нет. Красивая планета, правда? И для геологов это просто рай. Очень интересно было бы ее исследовать. Ну, и такие загадочные фотографии. Как будто узкие из-под песка. Да, я не знаю. А что это такое? Мы наверняка не знаем. А диагональ этого кадра где-то метров 600 или 700 примерно. Так же, чтобы представлять. Вот из-под песка чего-то там. На безденье. Из-под песка корчит. Что это такое? Бог его знает. На каждый квадратный километр не посадишь робота, пока их немного было, на Марсе. Этот работал, этих два, вот таких два было на Марсе, Викингов, они работали очень хорошо. Это были единственные космические аппараты, где было несколько автоматических лабораторий для поиска жизни. Разными методами, биологическими методами. Но ни один из них признаков жизни не обнаружил. Видимо, на поверхности Марса жизни нет. Радиация мощная. Теперь работают марсоходы, но они все геологи. Ни на одном из них нет настоящей биохимической лаборатории, чтобы они могли что-то такое по поводу жизни. Ну, потому что смысла нет на поверхности искать. Если есть жизнь на Марсе, то где-то в глубине, там, скрытая от радиации космической, а они все бурить не умеют. Ну, вот у него тут лапка, он там к камням может ее прижимать, там на 5-10 сантиметров копнуть песок, ну, все по поверхности. На такие вот сбросы, ну, стенки каньонов, марсоходы могут только смотреть. Они спуститься туда не могут. Колесики у них, в общем, большие из прошлых марсоходов. Так что для геологов, конечно, очень интересно было бы вот эти слои отложений прочитать. Но пока это недоступно было. Один аппарат опустился в районе полярной шарки. Вот единственный аппарат, феникс, который сел летом туда, где зимой бывает полярная шарка. Летом она высыхает, а зимой она вырастает там до средней широты. Сел и обнаружил, действительно, покопался немножко и обнаружил лед водяной. Под слоем грунта где-то сантиметров 15-20 копнул, и там лежит водяной лед. Нормально. Вода есть. Последний марсоход Кириосити, это, конечно, гигантская лаборатория. Почти тонну, на земле почти тонну весит эта машина. Колеса 21 дюйма. Нормально. И главное у него, ну, у него много особенностей, но главное, пожалуй, это источник питания. Видите, у него нет солнечных панелей. Его электричество ему дает ядерный термогенератор. Там Плутон, Плутонник распадается в 204. Ему лет на 50 хватит этого электричества. У него есть интересные вещи. Ну, рука механическая с набором геологических всяких скребков, микроскопов, телекамер. Он прижимает ее куда надо. Но она не длинная, там, 2 метра. А вот эта штука. Это мощная лазерная пушка. Инфракрасный луч стреляет так мощно, что он микровзрывы просто называет. Вспышечки испаряют вещество. Даже не испаряет, а в плазму его превращает. И спектр вспышки, тут телескоп, спектр вспышки показывает химический состав. Вот это он может просто сканировать по стенкам и измерять химический состав до расстояния метров 20 минут. Ну, телекамер по всем бортам. Вот масштаб машины. Действительно очень большой. На нем есть один российский прибор. Вообще-то есть российские элементы. Во-первых, ракета, которая его отвезла на Марс, на наших двигателях работает, РД-70, они у нас купили. Дешевые, хорошие двигатели ракетные. А плутоний они у нас купили. Мы нарабатываем оружейный плутоний, а американцы давно его не делают. И, наконец, вот тут на борту есть один небольшой приборчик, но полезный. В Институте космических исследований Москве его сделали. Он зондирует почву на глубину примерно где-то около 2 метров. И ищет лед, водяной лед. Ну, либо жидкую воду, играя на лед. И просто по траектории поездки этого аппарата он проверяет содержание водяного леда. А зондирует каким почвом? Нейтронный. Если нейтроны поглощаются хорошо, значит там легкие химические, ну, водород. Ярко водород рассеивается. Значит, вода. Если отражаются, значит тяжелые элементы воды. Вот все места посадок марсианских аппаратов. Тут и наш, Марс-3. Это полная карта Марса. И все предыдущие успешные были и неуспешными посадками. Европейский разбился, один американский разбился. Но тут они не отмечены. А это все успешные посадки. Вот сюда сел Curiosity. Это практически на экватор марсианский. Ну, как он выглядит, вы знаете, он уже несколько лет там ползает. И его задачей было вот до той горы добраться. Его посадили в ровное, на ровное место. А он теперь на гору уже забирается. Подъехал к основанию горы и забирается на гору. Самое интересное открытие, связанное с Марсом, по-моему, вот это. В девятом году в телескоп из Земли в атмосфере Марса обнаружили метан. Это очень важно. А дело в том, что метан долго в атмосфере задерживаться не может. Атмосфера прозрачная. Солнечный ультрафиолет ее всю пронизывает. Метан распадается от ультрафиолета. Раз он там есть, значит, есть какой-то источник метана. У нас на Земле обычные два источника метана. Либо это вулканические извержения, но на Марсе нет вулкана. А либо жизнедеятельность микроорганизмов. Болотный газ, гниение. Либо у коровы там животинка. У коровы хороший источник метана. Ну там вряд ли коровы, но на микроорганизме. Остаются микроорганизмы. По крайней мере, наиболее реалистичные источники. Но где? На поверхности они не могут быть. Ибо там радиация убила. Значит, это микроорганизмы под грунтом. Им нужна вода. На Марсе мы ее постепенно обнаруживаем. Во-первых, видим ручейки, которые по весне, по стенкам каньона. Вроде бы. Ну вот, что это может быть, если не ручейки? Да еще видите, такая ванна, куда собираются, вероятно, воды вешние. А может быть и нет, кто его знает. Тот, что видим, кто видел. А прошедшей осенью американцы там сделали спектральные снимки и обнаружили, что на этих подтеках действительно следы течения воды. Но химсостав ее довольно неприятный. Там много перхлората. В общем, это, все знают, хлоркой чистят унитазы. Это такая вещь, которая для жизни небезопасна. Так что вода там вряд ли особенно пригодна для питья или для выращивания картошки, как в этом кинофильме. Но очистить ее всегда можно. К тому же и в такой воде тоже живут иногда наши земные микробы. В такой воде не все, но могли бы жить. А как проникнуть внутрь Марса? Ну, надо было в бурильную установку посылать. Оказалось, что не надо. Уже с орбиты найдены входы в марсианские пещеры. Вот эти дырки, они ведут куда-то вглубь Марса. Это что-то типа наших таких карстовых провалов на Земле. А вот на Марсе, ну, видно, что это какая-то крыша пещеры проводившей. Значит, там есть пещеры внизу. А на Земле пещеры – это прибежище жизни. Даже на Земле. Хотя у нас и на поверхности иногда есть жизнь, а туристы там ходят. Это пещера во Франции, я сфотографировал. Пещера Жоффреда Бадирак. Смотрите, буйная жизнь в пещере. Ну, действительно, влажность повышенная. Температурных вариаций нет там. Стабильная температура. А на Марсе еще и важно, что радиации в пещерах нет. Вы прикрыты от радиации. Ну, свет уже нет почти. Ну, здесь-то свет есть в этой пещере. А дальше это колодец, а дальше она идет горизонтально. И вот мы тут гуляли, там на лодочке даже катались. И по стенкам-то и растет, и чирикает что-то. В общем, в пещере жизнь всегда есть. Жизнь в пещере, она благополучна. Есть надежда, что и на Марсе жизнь тоже прячется в пещерах. Ну, посмотрите, какой вход в Мансианскую пещеру. Диаметр этой дырки 150 метров. Глубина мы не знаем какая. Ну, видим с орбиты, что далеко куда-то уходит. Ну, там ценно. Сфотографировать ничего нельзя. Как туда проникнуть, пока не ясно. Роботов, которые умели бы лазить по пещерам, роботов-спелеологов, пока еще никто не изобрел. На Земле, конечно, с пещерами все просто. А на Марсе так не поступишь. Там разреженная атмосфера, и парашют не спасет. Надо придумать какие-то спорсобы проникновения в марсианские пещеры. Я не знаю, что это будет. Облако каких-то микророботов или что. Вертолетик какой-нибудь. Ну, там разреженная атмосфера, там не очень лишь полетаешь. Но, в общем, пока никто не придумал. Как только придумают марсианского пещерного робота, надо будет его куда-то отправлять. Ближайший эксперимент в этом году уже начинается. Вот это важно. Об этом надо сказать. Российская космонавтика 30 лет спустя вернулась к исследованию планеты. 30 лет у нас ничего никуда не летало. Мы все тут перестраивали политику и экономику. Наконец-то вернулись к этой идее. В чем-то довольно случайно. Этот эксперимент «Акзамарс» сначала был европейско-американским. Вот такого робота хотели. Ну, там целая серия приборов, не только робота. Но американцы пару лет назад, 3 года назад уже, вышли из этого проекта. Вместе со своими деньгами. У нас на это денег нет. И европейцы нам предложили вступить. И мы вступили. И теперь, вот с 16-го года, буквально на днях будет первый полет, начинается серия полетов к Марсу. Наши ракеты, европейские станции, такие статические, и роботы на колесах. Вот этот очень интересный робот. Он небольшой. Видите, традиционный источник электричества панели. Но мы убедились, что они работают нормально, дают электричество. У него два важных прибора есть. Во-первых, бурильная установка. Вот этот бурильный станочек, он где-то метра на, около двух метров сможет проковырять, взять оттуда пробу грунта, вытащить ее. А второе важное, это биочип. Посыпать той песочек, и сразу сотни биохимических анализов одновременно будут сделаны за короткой. Вот, то и другое в совокупности это впервые будет. Это интересно. На глубине полутора метров на Марсе уже от радиации можно спрятаться более или менее. И там есть надежда какую-то биологию найти. Теперь я вам покажу. Снимочка, конечно, для развлечения. Вот смотрите, это Земля. Ну, в сомнении нет. Такая поверхность высохшего водоема. Ну, высох, это в Израиле, в реках ресохшем. Подобные же вещи бывают и на Марсе. Вот фотография Марс. Это как раз Кьюриости, туда, куда он сел, сфотографировал. Оказалось, что он сел на, это на Земле, это на Марсе высохший водоем. То есть Кьюриости реально сел на дно некогда там озера, реки Апартикаш. И там, и там спекшиеся вот камышки, медалька. А теперь скажите, вот это Марс или Земля? Что это? Кусочек грунта. Кусочек грунта, как сфотографировано. Где? Земля. А масштаб какой? Какой масштаб? Около метра. Примерно метра. Это Марс. А это? А это Земля. Это Марс? Да, это соленое озеро на Земле. Это Земля. А теперь посмотрите, две пары фотографий. Где Марс, а где Земля на верхней паре, легко понять. Открытый водоем, а здесь нет воды. Хотя, посмотрите, структура поверхности очень похожа, правда? Но тут сразу выдает наличие жидкой воды. А вот здесь, где Марс, а где Земля? Хорошо, скажем так. Справа, как вы думаете, что это? Марс. Сейчас проверим. Читайте. Это я для себя написал, чтобы не забыть. Земля. А вот это дюны, песчаные дюны. Они, ну, в общем, где угодно. Варь, дюны и на Марсе. Ветер дует, песок носит. Там Марс, тут Земля. Почти никакого отличия. Очень похожа. А это где? Марс. Там написано? Нет, тут не написано. Я знаю точно, где это. Нет, Марс. Эта фотография как раз недавно сделана с борта Curiosity. Он уже подполз к этой горе, там, 5-километровой высоты гора, шар, и начинает на нее уже взбираться. Геологи просто счастливы. Смотрите, это отложение. Миллионы лет истории Марса. Вот это. Тут когда-то вода была, вот эти самые отложения дна водоема. И геологи будут читать эту историю Марса, пока он сможет туда пробираться наверх. Он уже пробирается. А это где? Земля. Марс. Правда, трудно сказать, да? Песок, он везде. Песок, и дюны, и сейчас это Марс. Это Марс. И это Марс. Совсем необычное сочетание светлого и темного песка. Черный песок на дюнах лежит, и белый в промежуток. Ну, белый в самом смысле. У нас черный песок тоже бывает. Кто-нибудь на Канаде. Ну, наверное, да? Там вулканический. Черный песок. Так что Марс интересный, перспективная планета. Его надо изучать, и чем позже человек живой вступит, тем интереснее. Потому что появится первый космонавт туда, значит, все. Мы заразим Марс своей микрофлорой, своими отходами, своим дыханием. В общем, занесем туда жизнь в полном объеме. И пока это еще заповедник внеземной жизни. Есть на это надежда. А когда там люди появятся, то все уже. Я, например, не сторонник полетов человека туда. Так, вот мы как здорово быстро уложились за полчаса. У меня еще целый час. Целый час. И теперь перейдем к следующей теме. Можно вопрос? Да, конечно. Если, допустим, присоединится до одного каньона, да? Там радиация будет меньше? Ненамного. Нет. Ну, если это узкий и высокий каньон, да, он, конечно, закроет вас. Ну, там же такие широченные эти каньоны. Лучше в пещеру. Можно посмотреть, где метан выбрасывался, да, и вот эти вот какие-то дыры. Там есть какая-то взаимосвязь? Это, может быть, метан как раз с этими дырами, которые хотят исследовать? Дыры, в общем, случайно по всей поверхности примерно. Нет, это взаимосвязь. Нет. Так. Да, да, конечно. А можно ли тоже наземлиться в марсианскую пещеру? Конечно. Вот Curiosity как раз посадили. У него я не рассказывал, но вы, наверное, видели по телевизору, как его сажали, да, на ракетных двигателях, он очень точно садится. Луна маленькая. Луна маленькая. По сравнению с Землей она почти в 4 раза меньше, но все-таки это полноценная планета. Вот смотри, здесь все в одном масштабе. Планета Меркурий. Луна почти такого же размера, как планета Меркурий. Это целая аэропланета Карлик. Ну, действительно, Карлик даже в сравнении с Луной. То есть наша Луна – это полноценная планета. Ну, просто она называет спутником, потому что рядом с Землей существует. Когда-то на Луну смотрели глазом и видели не очень много. Если вы сегодня в полнолуние выйдете на улицу, то лучше, чем вот так вот не рассмотрится Луна, даже при идеальном зрении. Все, что можно было без телескопа увидеть. И люди рисовали карты Луны, то есть изобретение телескопа. Ну, такие грубователи, да. Появились оптические приборы. Бинокль уже позволяет увидеть на Луне кое-что. Даже горные крипты, отдельные кратери метеоритные. Хороший бинокль позволяет морской. Телескоп позволяет вообще путешествовать по поверхности Луны. От наслаждения с хорошим телеском лазить на поверхности Луны. Столько интересного. Как уж не цорок. Это занимается. Не надоедаемо. Но все-таки хочется каких-то мелких деталей посмотреть, да. Мы берем, начинаем увеличение на телескопе, делать все больше и больше. Вроде бы приближается к нам поверхность. Увеличивается ее линейный масштаб. Но качество изображения, при этом начинает страдать. Мы делаем еще большее увеличение и не получаем никаких новых деталей. В чем дело? Земная атмосфера. Она размывает изображение и не позволяет мелкие детали телескопу видеть. Самое мелкое, что мы с Земли в телескоп, но мы не можем увидеть, имеет размер где-то около километра. Меньше? Нет. Вот реально, что мы видим в телескопе. Вот такая живая картина. Воздух турбулентный перед объективом гуляет. Гуляет, и мы видим вот такую размытую ситуацию. Значит, надо лететь коней. Об этом мечтали давно. Про это мы уже говорили. Но высокогорнее все равно. Ну, конечно, чем высокогорнее, тем лучше. Но все равно. Про это я уже рассказывал. Проходим мимо этого всего. Про это мы сегодня говорили. Кстати, хочу отметить. Как до интернета научные, технические новости распространялись в Советском Союзе. На почтовых марках. Мы каждый день резали марку, отправляли к кому-нибудь письмо. И на марках были прямо натуральная карта перейдет к Луне. Без всякого интернета. А телевидение, кстати, тоже тогда далеко не везде было. В кругом городах мы через марки узнавали новости. Это вот первые наши доставленные на Луну памятные знаки. Это, опять же, на марках было показано, как перелеты к Луне осуществлялись. И вот обратите внимание на первую карту обратной стороны Луны. Читаем. Хребет Советский. Обратная сторона Луны оказалась совсем не такой, как видимая. На видимой много морей, то есть областей ровных, покрытых слоем лавы. Такой ровненькой. Ну, это просто крупные метеоритные кратеры. А на обратной стороне их нет. Почему-то только на виденной стороне такие плавовые моря. Обратная сторона Луны до сих пор, в общем, терроренкованная. На нее ни нога человека, ни один робот никогда не опускался. Причина в том, что радиосвязь невозможно поддерживать, когда у тебя аппарат на обратной стороне Луны. Первыми, кто туда собирается прорваться, посадить свой космический аппарат, будут, как они, китайцы. Они уже готовят аппарат. Китайцы очень серьезно заняты с Луном. У меня последние годы китайские студенты говорят, нам только Луну. Они учат астрономию в пределах Луны. Их делом на цепи. Американцы первыми доставили... Переезжать обратите. Для китайцев Луна маловато. А первый такой. Ранж первый. Американцы первыми фотографировали Луну с близкого расстояния. У них была серия таких аппаратов, которые неслись к Луне, разбивались о нее. Но пока последние доли секунды еще до падения, они успевали на Землю передать телевизионные кадры. И мы впервые увидели с близкого расстояния поверхность Луны. Потом мы посадили туда эти свои замечательные аппаратики. Тоже инженеры были тогда. Изобретательные. Как можно было без электроники мягко на поверхность Луны посадить аппарат? Атмосферы ко мне. Парашют не раскроешь. Надо тормозить и мягко приближаться к поверхности. Без компьютера это невозможно вообще сделать. И с компьютером трудно. Делали так. Подлетала космическая вот эта капсула, а здесь посадочный аппарат. На подлете к Луне вокруг вот этого аппаратика надувался большой мешок с газом. Подушка безопасности. И она этим баллоном падала на Луну. Прыгала, прыгала, прыгала. Потом газ выпускался. Из него выкатывалось вот это яйцо. Открывались сборки и она работала. Элегантно, просто. И с 13-й попытки сработала. Так это мы все видели. А, ну не знаю. Времени у нас немного, но я все-таки упомянула. Тогда любой космический запуск нес еще какую-то идеологическую нагрузку. Самое любопытное было это. Это первый спутник Луны. Наш советский. Первый спутник, летавший вокруг Луны. Кстати, в научном отношении очень важно. Он, летая вокруг Луны, впервые определил, что она очень неоднородная. На ней есть области с повышенной плотностью вещества. А значит, с повышенным притяжением к поверхности. Мы их теперь называем маскону. Mass concentration. И когда корабль летит над Луной, он так проседает над этими областями. Это опасно. Один раз он просто разбился о голову. Наш тоже советский. И вот она впервые сделала полет этого спутника. Впервые показала наличие масконы. Но, посмотрите, его запустили. Тогда все важные вещи были в кануне каких-то праздников политических. Или событий политических. Съезд коммунистической партии Советского Союза. В 20-30 лет. Запустили за несколько дней до съезда. Он вышел на орбиту. Я хорошо помню, начинается съезд. По телевизору транслируют из дворца съезда. 5 тысяч человек там собралось. Боссы все политические. Начинается съезд и объявление. А сейчас наш съезд будет приветствовать первый спутник Луны, созданный советскими инженерами. Все встают. И сквозь шорох радиопомех звучит партийный гимн. Вот. Записанный на борту этого самовара, летающего вокруг Луны. Убедительно очень все было. Шум космических помех. Потом оказалось, что его заранее записали. Из центра дальней космической связи. Потом гнали эту запись. Ну, на всякий случай, чтобы не было срыва. Как он был зап... Вообще, как он воспроизводился. Сейчас бы это с флешки, да? В МП-3. 20 лет назад с магнитофона бы это делали. А полвека назад там была механическая музыкальная шкатулка. Вот, которая пружиной заводилась. Там, это все же нас. Вот тут, вот тут, внутри. Она крутилась, язычки вот эти. Ну, знаете, да, сейчас как-то... Шарманков. Шарманков. Вот. А гонженеры... А почему нельзя было сделать отражение радиовол из центра управления полетом? Гораздо проще. Ну, запустить... И переизлучать на Землю? А потому что, как он мог принимать сигналы? Он только передавал. У него приемников вообще нет. Этого же я не знал, если бы был приемников. То есть, перед полетом, естественно. А кнопку, кто включал сразу? Спускай выключил. Таймеры были. Таймеры были. Только временные механизмы. И тоже механические были. Ну, будильные. В середине 60-х американцы начали нас обгонять в изучении Луны. И они первыми посадили на Луну уже очень полноценных таких роботов, которые имели руку механическую магнит. Дело в том, что в те годы не было уверенности, что у Луны твердая поверхность. То есть, рассуждали так. Она миллиарды лет обрабатывается метеоритами. Они разрушают поверхность и делают из нее какое-то месиво пылевое. И были даже такие литературные произведения. Вот Кларк, английский фантаст написал «Лунная пыль», роман. Что Луна покрыта многокилометровым слоем пыли. Вы туда коснетесь и просто утонете в этом пылевом море. Надо было проверить вообще, Луна твердая, по ней можно ходить или нет. И вот эти первые посадки доказали, что на ней можно сидеть. Она вполне есть пыль, но вполне такая. Можно ладоземельцы использовать. Ну да. Я так немножко перенесусь. Мы лучшее, что смогли по Луне сделать, это посолить на нее два лунохода. Крупные аппараты, такие размером с автомобиля АК. Такого же леса примерно. Замечательные машины. И они поползали по Луне немножко. Я еще недавно гордился тем, что наш луноход, это вот в одном масштабе я их в фотошопе соединил, гораздо больше американских марсоходов. Правда, предыдущих поколений. Вот первый американский марсоход совсем крошечный, второй и третий были такие. Ну вот сейчас у них это кириозидом, размером с наш луноходом. Но это-то было полвека назад. Все-таки наш выглядел вполне прилично. И самый удачный наш эксперимент по Луне, это посадка на Луну нескольких вот таких вот ракет небольших. Они чуть выше этого потолка. А отворачивался бурильный станок, бурил лунный грунт на глубину около полутора метров, брал оттуда пробу, запихивал вот в этот шарик, и с Луны стартовала вот эта вот часть ракета маленькая. И к земле вот этот шарик привозился направо, небольшой. И образцы лунного грунта мы доставили без участия человека. Потому что людей нам не удалось не луну отправить. А в конце 60-х еще было неясно, кто мы или американцы сможет туда человека запулить. Была вот эта напряженная лунная гонка. Кто первый? У нас все было засекречено, и американцы не знают, в каком состоянии у нас лунная программа. Мы про них знали все, и они про нас мало чего. Они сделали, Фон Браун сделал эту великую ракету, Сатурн-5, огромная, 3000 тонн, и она таки оправдала себя. Она ни одной аварии в истории этой ракеты не ожидала. Это вообще уникальный случай в космонавтике, что ракеты ни одной аварии не потерпела. Других таких не было. Ни до, ни после. У нас тоже сделали такую гигантскую ракету. Называлась она Н-1, делала ее королевкой. Она тоже 100 метров высотой, тоже почти 3000 тонн весом. Рядом они были похожи друг на друга. Но технология была разная. Американская на жидком водороде и жидком кислороде очень хорошая топлива. А наша сплошно керосин. У американцев первая ступень тоже керосиновая. Жидкий водород, вообще водородное топливо только в вакууме имеет смысл использовать. Скорость истечения большая. Первые ступени керосиновые, но вот вторая очень эффективная у американцев, водородная, а у нас все керосиновые. Мы не смогли водородного двигателя создать. Но самое главное, что у американцев было несколько очень мощных ракетных моторов. Всего лишь там 5 штук внизу. А у нас не было таких мощных, и пришлось 32 или 36, 36 небольших ракетных двигателей поставить. А электроники, которые бы согласовала их работу, тогда еще не умерли. Это не просто дюзы для выброса? Ну это дюзы, но каждая из них, вот они, ракетные эти. Это фон Браун, а это его великие моторы F1. Ну это, то есть это не моторы? Реактивный двигатель. Каждый независимый? А? Каждый независимый? Каждый независимый, да. У каждого тяга там 600 тонн. Жуткая дежа. А позже мы сделали такие же. На ракете энергия. Но это была уже другая экость. Вот ракета Сатурн-5. Представьте, что такое ракета. В заправленном состоянии она весит 3000 тонн. А без топлива несколько десятков тонн. То есть ее вес на 96 или 97 процентов это залитое в нее топливо. Вот кто пиво пил из банок алюминиевых, все пили. Пока банка полная пивом, это вещь. Когда пиво выпьешь, банка вообще ничего не весит. Вот примерно такое же соотношение веса сухой ракеты к ракете с заправленной топливом. Ее даже нельзя на бок положить, она сломается. Ее можно только вертикально собрать вот в этом корпусе и вертикально вести к месту старта. Вначале просто переломится. Очень тонкая лениневая оболочка. Как банка пивная. Вот этот транспортер, на котором мы ее возили тогда, потом шаттл на нем возили, он до сих пор работает. Самое крупное движущееся устройство на земле. То есть у них есть у нас по рельсам? У нас по рельсам тепловоз, а у него гусеничная такая платформа. Ее везут к месту старта, подальше от места сборки, чтобы если рванет, никого не повредит. А это чисто алюминия, без титана? Нет, там много разных спортов, конечно, нечисто. И титан тоже. Это место старта, а это уже в Великоглантике. Они прямо на берегу ее запускают, в сторону океана. На вершине ракеты космический корабль, ну вот сам корабль, кабинет с космонавтами, а на дне еще система спасения. Если что с ракетой не так, то это маленькая твердотопливная ракетка сдергивает кабину с космонавтами и уносит ее в сторону взрывающейся, гонящей ракеты-носителя. У нас у всех пилотированных аппаратов такая система спасения есть. Американцы ни разу ее не использовали, это испытание. А у нас один раз она спасла жизнь двум космонавтам. Был эпизод, когда ракета загорелась, и система эта сработала в нашем милоскопе. Вот первый экипаж, который должен был лететь на ракеты Сатурн-5. Самый опытный по тем временам космонавт, особенно у Кирисома. Много раз летал и один, и два раза. Но им не повезло. Они погибли еще на Земле. При испытании, при наземном испытании случился пожар в капсуле. У меня они были. А там дело вот в чем. Почему пожар так опасен? Атмосфера внутри космического аппарата чисто кислородная. 100% кислорода. Чтобы лишнего давления не создавать и твердых стенок толстых не делать у корабля, они убирают азот, втрое снижают давление, в три с половиной раза. Остается чистый кислород. Но зато он пожароопасен. И они там все трое сгоревают. Это приостановило примерно на год развитие американской программы. Переделывали корабль, всякие системы спасения. А мы в это время догоняли американцев. И почти догнали. По крайней мере, сделали свой лунный корабль и запустили первых живых существ в облет Луны и с возвращением на Землю. Существом там была черепаха. Точнее, две черепахи. Ну, еще много мелких животных, всякие разводки и прочее. Но вот главным космонавтом, впервые облетевшим Луной и вернувшимся на Землю, были наши сутки. А их нашли потом? Ну, как? Да нет, нашли почему-то. А правда, до сих пор живы. Не знаю. Но они же черепахи, наверное, до сих пор живы. Приземлился он плохо, шмякнулся. Но черепахи остались живы. А почему черепахи? Почему были собаки, не надо кормить во время полета? Ну, в общем. Не-не, ну, там... Почему не собаку? С собакой сложно. Жалко. Жалко собаку. Собаку выгуливать надо. Это было начало 68-го года. Ну, даже не начало, а уже вторая половина. Обратите внимание. Сентябрь 68-го. Американцев это сильно напрягло. Я знаю, вы устали, но если можно, чуть потише. Американцев это напрягло, потому что в следующий полет вместо черепахи могли людей туда посадить. И тогда был бы первый полет к Луне уже наш. Без посадки, но в облет Луны. И американцы, ну, в общем, ускорили свою программу. И в самом конце 68-го года, последние числа декабря, первый запуск ракеты Сатурн-5 с людьми. Вообще еще ничего не было ясно. Первый испытательный запуск. Они сразу отправились к Луне. Полетели к Луне, покрутились вокруг нее и вернулись на Землю. Вот первый межпланетный пилот. Это первые люди, улетевшие за пределы Земли к Луне и вернувшиеся обратно. Ну, а посадки еще не было, конечно. Обратите внимание, как выглядит сам космический корабль Аполлон. Вот это он, а это иллюстрация из романа Жульверна из Пушкина Луну. За сто лет до полета Жульверна абсолютно точно угадал размеры, порну, экипаж. Жульверна три человека, и реально три человека летало к Луне. Ну, там еще у Жульверна собака была. Тут нет. И возвращение от Луны к Земле. Как снаряд Жульверна, куда он вернулся? Он в Тихий океан упал. Вот. И американцы каждый раз возвращались с Луны, падали в Тихий океан. Почти туда же, куда же и вверх. У западного побережья США. Удивительно много скипадетов. Может быть. Вот как выглядит корабль при его полете к Луне. Это, собственно, сам перелетный аппарат. Он не приспособлен к посадкам. Он может только от Земли к Луне полететь, вокруг Луны, повращаться и вернуться на Землю. А это посадочная капсула. Там три человека. Один из них остается внутри корабля. Двое переходят вот в эту штуковину, садятся в ней на Луну, потом с Луны взлетают. Вот это выглядит вот так. Но когда они летят к Луне, там к Земле, они просто лежат втроем в своих креслах вот здесь. А двое из них, значит, при подлете к Луне переходят сюда. Ноги посадочные. Эта штука садится на Луну, а взлетает с Луны вот эта часть. То есть слетает, стыкуется с основным кораблем, и корабль уже отправляется на Земле. Ну вот так это примерно и происходило. Места очень мало. Внутри вот этой посадочной капсулы двое космонавтов. Им даже сесть некуда. Они там просто стоят. Вот так выглядит их рабочее место. Здесь командир стоит, у него свое окно, свои рычаги. Здесь второй пилот, и все, тоже стоят. Вот так работает космонавт в этой лунной кабине. Это, кстати, Армстронг, первый вышедший на Луну человек. Чтобы его там не кидал из стороны в сторону, он такими резиновыми подтяжками к стену привязан. И вот именно здесь родился первый, для множества этого аппарата, первый микропроцессор был создан. По сути, современный микрокомпьютер. Хорошо, прилетели, мы поработали, ночью ступило, спать надо. Как там отдыхать? Первым было очень неудобно. Значит, один садился в ноги, другой залезал в кожу двигателя стартера. Вот в таком состоянии, не снимая скафандров, им разрешалось поспать. Почему не снимая скафандров? Ну, во-первых, неудобно снимать там было. А во-вторых, стенки корабля настолько тонкие, что любой микрометеорит ее прошивает, как папиросный бумаг. Боялись, что просто разгерметизируются, а они без скафандров. Неудобно было бы. Но, понятно, что они там пытались уснуть, но не спали. Первый экипаж провел на луне одну ночь, а потом летали на двое, на трое суток. Уже надо было что-то придумать. Их придумали гамаки. Они натягивали такие вот гамаки, и уже в них якобы спали. На самом деле тоже почти на спали, напряжать на дикое. Но все-таки старались уснуть. И разрешали шлемы снимать. Но шлем можно было сразу. В это время в Советском Союзе тоже делали лунный корабль. Вот он, наш лунный корабль. Ракету-носитель не удалось сделать нашу. Она четыре раза испытывалась, четыре раза взорвалась, и больше не стали. Не сказать, а лунный корабль мы сделали. Сегодня он, это же Союз. На нем уже почти полстолетия летают все наши космонавты. Так это был лунный корабль. Его делали для полетов на Луну. Ну вот, собственно, варианты. Теперь, кроме него, надо было лунный посадочный аппарат сделать. Это разные варианты советского аппарата. Разные. Они остановились вот на этом. Самым легким, самым маленьким. Он вмещал одного человека. Если у американцев трое летали, летели к Луне, из них двое садились, работали на Луне, а потом возвращались обратно, то у нас вариант был такой. Двое летят к Луне, и только один садится на Луну. Второй остается на орбите стеречь основной. Вот такая была история. Если бы корабль лунный... Кстати, этот тоже хорошо получился. Его испытывали на околоземной арбите, он нормально работал. То есть и корабль, и лунную эту самую штуковину у нас сделали хорошо. Вот ракетный пулочек. А это все испытали. Если бы они рядом сели на Луну, американские и наши, вот они так бы выглядели. Вроде как Запорожец, рядом там свинкой. Тут двое американцев помещались, у нас только один. Этим одним должен был, первым космонавтом нашим, вступившим на Луну, должен был быть Леонов. Он до сих пор переживает, что... Какой там? Какой там? Советский левистрят. Нет, мы завершили стоять. Первый экипаж реально опустившийся на Луну. Армстронг и Олдвин первыми оказались на Луне. А это Коллинс, он оставался на орбите. Вот старт, вот выход на Луну. Много было там разных мелких приключений, у меня нет времени об этом рассказывать. Довольно серьезная машина, большой грузовой отсек, они оттуда приборов довольно много доставали, расставляли их на поверхности Луны. Некоторые работают до сих пор, некоторые несколько месяцев. Вот сейсмограф проработал там несколько месяцев, вполне на Землю передавал данные Луновесения. Для нас самыми полезными оказались вот такие панели. Их называют ретро-рефлекторы. В общем, это отражатели лазерного луча. У них такая особенность. Это вот панель алюминиевая, в нее стеклянные призмочки вставлены. Откуда падает луч, туда же он в том же направлении и отражается. Используется это для того, чтобы зондировать поверхность Луны. Мы из телескопа пускаем лазерный луч, он долетает за полторы секунды до Луны, отражается от этого рефлектора, и через полторы секунды еще он на Земле. по времени пролета света мы меряем расстояние. Сегодня уже лучше одного сантиметра точно. Движайший год будет до миллиметра. Движения есть? Да. Мы движение материков на Земле этим же способом меряем. Обсерватории на материках стоят. И движение самой Луны крайне интересно. Это штука раз. На нашем луноходе тоже есть такое отражательство. Ну и самый известный снимок. Любопытно, что давно он известен. И приятно, что в этом солнечном щитке отражаются и посадочные аппараты, и Армстронг, и Олдрин, его напарник. И недавно заметили еще кое-что. Земля. Я проверял. Пересчитал все углы. Это Земля реально отражается. Какой интересный кадр, где все сочетается. Что такое слабое? Скафандр тяжелый, но на Луне им сравнительно легко пользоваться. За исключением вот перчаток. Тут ничего не придумаешь. Внутри давление, снаружи вакуум. И чтобы сжать руку, надо очень сильно нажимать. За трое суток работы у них просто стесывались подушечки пальцев с кровью, начинал. А нет каких-то гидроусилителей? Тогда не было. А их и сейчас нет. Вот они работают на поверхности МКС. Та же самая история. Перчатки чуть-чуть лучше стали, но в принципе проблема там. Какая была техника тогда? Ну, по поводу фотокамеры мы уже знаем. Сейчас у нас она ничего не весит. А вот фотокамера тех лет. Аппарат Хосимблат около 3 килограмм веса. Его носили на груди. Он вот такой. Блёночный. Там надо было кассету менять, резкость наводить, диафрагму выставлять. Всё это в перчатках, никакой автоматики там не было. Ужасно, это неудобно. Да вообще скафандр малоудобная штука, да? Подвижные там только сочленения. Локти, коленки, а всё остальное – это кераса металлическая. Тут, в общем, довольно трудно. Ну, кое-что можно сделать в скафандре, конечно. Но потом поверх одеваются оболочки разные, ранец системы жизненного исключения. Так что подвижности уже почти нет у человека. Один летает вокруг Луны, вот на этом основном корабле. Кстати, не бестолку летает. У него там всякие фотокамеры, прекрасные снимки делают. Из всех попыток сесть на Луну одна была неудачная, вы знаете. В пятницу, 13-го числа запустили Аполлон-13. И он взорвался по пути к Луне. И с трудом их удалось живыми вернуть без посадки на Луну. Просто облетели они вокруг Луну. Вернулись, ну хоть живые вернулись. А все остальные попытки были удачные и прошли благополучно. На Луне много чего интересного. И какие-то русла рек были найдены. Ну и на поверхности Луны они тоже работали хорошо. Конечно, сила тяжести маленькая. И по первоначалу просто рассчитывали, что все будет вручную. Вот он берет один прибор, второй прибор на такой штанге, тащит их. Но не так-то это легко оказалось, с этими приборами там ходить. Пыль мешает, видите, пыль от ноги. Ну не особенно толстый слой пыли, там сантиметров 7-10. Не сильно мешал, но в скафандре все равно тяжело. Поэтому к другим экспедициям уже средства перевозки дали. Колесные всякие штучки. Аполлон-12, следующая экспедиция. Очень интересно она была задумана. Помните, я вам показывал вот этот посадочный аппарат робота? Он за 5 лет до прилета космонавтов сюда сел. А они опустились рядом, Аполлон-12. Пришли и встретились. Вот живой человек со своим роботом впервые на Луне встретился. Сняли с него некоторые части, чтобы посмотреть, как они в условиях лунной. Радиации, вакуума, как они себя ведут, материалы. Любопытно оказалось, это телекамеру снимает. Внутри телекамеры были живые микроорганизмы. По-моему, на стафилокоп или что-то, где-то, палочки. Прекрасно, там 5 лет провели на Луне, а ничего себе не ссылочек. Вот Аполлон-14 уже получили тележку колесную. И на ней возили всякие приборы. Такая рикша была. Видите, опустились и пошли с тележкой. Вот это ее колеса оставили следы. А эти дырочки, это следы ног астронавтов. У них была взаимная система взаимной помощи. Если бы скафандр одного из них отказал, ну, кислород перестал подаваться, можно было бы связать шлангом два скафандра, и один ранец поддерживал бы жизнь их обоих. Ну, ненадолго, но чтобы добежать до космического корабля, хватило бы. Но не использовали. Так, на всякий случай был придуман. А у последних трех экспедиций, Аполлон-15, 16 и 17, был уже электромобиль. Очень интересный, легкий, компактный. Он собирался, вообще разбирался, собирался. Нормальный такой. Вот на земле они вот так примерно он выглядел. Обратите внимание на эти, как это называется? Крылья. Да, вот эти, защита от пыли. Дело, как сразу было понято, что надо вот от лунной пыли как-то защищаться. Поэтому очень большие крылья сделали, накрыли колеса. Это они перед стартом уже в скафандрах испытывали этот электромобиль. Он собирался, становился вот размером с пол стола примерно вот такой вот компактный. Колеса все это собиралось. Весит он 200 килограмм примерно на земле. Ну, у меня в 6 раз меньше уже. Два человека его поднимают. Очень удобно было бы, да? На балкон так машину поставил. Немножко гаража. Порядок 50 километров. Там не аккумулятор, там просто батареи были. Вот прилетели на луну, начинаем разворачивать этот самый электромобиль. Так он снимался, разворачивался, сиденья поднимались, приборы управления поднимались, и все, готова машина. Можно ехать. Он хорошо очень поработал. Самые продолжительные экскурсии были, по-моему, 32 или 33 километра. То есть они использовали ресурсы этой машины полностью. Далеко уезжали. Луна маленькая. И до горизонта там, ну, если ровная поверхность, примерно 2 километра. То есть от места посадки вы уезжаете на 3-4 километра, и все. Вам не видно, куда возвращаться. Вы уже за горизонтом. Либо надо обратно возвращаться по следам своего автомобиля, но это жалко, да, потому что тот же маршрут вы пройдете. Либо каким-то образом ориентироваться. А как можно на Луне ориентироваться? Магнитного поля нет, компаса не используют. Поэтому у них на машине был гирокомпас, система ориентации, и он их вел обратно. Максимум, на какую высоту может подпрыгнуть человек на Луне, в скафандре, он же тяжелый, где-то полметра, 60 сантиметров. Это вот Джон Янг, такой космонавт, он прыгает, показывает, что выше невозможно попрыгнуть. Но есть такое заблуждение, миф, что американцы все это выдумали, что они не были, да, все это, вы знаете? Вот, пожалуй, как легко размещать один из аргументов этого мира. Флаг развивается? А как он развивается с нет атмосферного? Ветра там не может быть принято. Вот, смотрите, два последовательных кадра. Космонавт отдает честь своему национальному флагу, поднимает руку, то есть, ну, секунда-полторы, да, проходит. А флаг развивается? Он просто мятый, висит. Его из контейнера достали, развернули. Вот он мятый, там силы тяжести маленького, он не может быть. А сверху металлическая баночка. Так, миф размельчает. Эти крылья действительно очень важны. Дело в том, что колеса не надувны. Это металлическая сеточка упругая. И она захватывает пыль, бросает ее, а воздуха нет, пыль летит высоко по баллистической траектории. И все, она летит. И без крыльев она бы просто накрывала самих космонавтов. Вообще, мерзкая пыль оказалась. Она ультрафиолет, солнечный. Он заряжает ее электричественно, и она гибкая становится, ко всему прилипает. Была такая история с этой пылью, сейчас я расскажу. Луна это, каньоны, где они ездили. Вот, обратите внимание, это была предпоследняя экспедиция Аполлон-16. Когда они снимали машинку, разворачивали ее, задели крылом за что-то. Вот видите, здесь крыло далеко, а здесь оно вот только где. Облонили кусок крыла. Попробовали ездить, ничего не получается. Это колесо захватывает пыль и бросает на машину. Им было сказано с земли, оставить автомобиль, работать без него. Как же так? Вся экспедиция была рассчитана на то, что они смогут большие поездки сделать, собрать много образцов. Они всю ночь не спали. И придумали такую штуку. Борт-журнал взяли и оторвали от него обложку скотчем. Кто и скотч положил туда? Привинтили ее туда, и с этим вот Эрзат с крылом они проехали 30 километров с лишним. И оно отводилось в самом начале конца. Вот обратите внимание на ноги. Видите, он немножко походил по луне, и уже запыленные ноги, и малейшая пыль на нем. А вот такая история. Скотч вещь нужная. Последняя экспедиция был единственным ученым. До того все пилоты были, а это был геолог Шмидт. И он самым полезным оказался на луне. Он нашел самые интересные образцы, которые они оттуда привезли. Сбор образцов дело сложное было. Сзади у тебя этот ранец, жизнеобеспечение, впереди камера, нагнуться невозможно. У него такой вот захват. Нажимаешь тут ручку, и там лапка берет камень внизу. И подтаскиваешь его к себе. И вот надо сюда, назад, в эту торбочку его туда засунуть. Но тем не менее, собирали много, собрали образцов. Самым интересным вот этот оказался, Каменюга, ему по радиоактивным изотопам, возраст его, более 4 миллиардов лет. На земле таких старых пород мы не смолеем. Ладно, кое-что пропускаем. Мне вот этот как нравится. Два человека на целой планете. Одиночество невероятное. А у нас один Леонов вообще был бы на целой луне, если бы удалось поездить. Фотографию скреплял? Нет, один. Вот один у машины, а второй здесь фотографируем. Ну, наконец, конец экспедиции. Они садятся в эту верхнюю часть. Он размером с шипонет такой, с плотиношкафа. И двое взлетают, стыкуются с главным кораблем, перелетают на землю. Обычная посадка на парашютах, в океан. Потом их оттуда вертолетом забирают. На авианосицу. Вот обратите внимание, еще внутри вертолета первые два экипажа, Аполлон-11, Аполлон-12, переодевали в костюмы биологической защиты. И прямиком из вертолета направляли в специальный бокс. Не было уверенности, что на Луне нет вообще каких-то микроорганизмов, которые бы они на землю с собой не привезли. Поэтому им устраивали карантин сразу после посадки. Надо заканчивать. Вот они тут же оказывались в боксе. Их приветствует тогдашний президент Никсон. И в этом боксе они провели по две недели. Их возили по штатам, а они там сидели и проходили карантин. Вот их на самолете в этой кабине по штатам возили, приветствовались. Из бокса не выпускали, пока не убедились, что на поверхности Луны нет никаких опасных. Кроме всех локов, а он у нас и так есть. Это все места посадок всех космических аппаратов и наших, и американских, и с людьми, и без людей. Вот везде, где садились. На обратную сторону пока никто не летал. Сразу после окончания программы Аполлона, наших этих беспилотных полетов, то есть середины 70-х, было много проектов по дальнейшему освоению Луны. Проекты были, реальной активности не было. Были даже идеи лунных городов. Но все это требовало больших расходов, и никто на это дело пока не пошел. Но к Луне летают, начиная с середины 90-х годов, все время беспилотные аппараты. Американские, и польские, европейские, китайские, индийские. И довольно хорошо там работают. Ну, вы знаете, сейчас там лунаков китайские. У него колеса сломались, а так он работает, как телескоп очень хорошо работает. Вот это японский передавал изображение Луны. Вот восход Земли над лунным горизонтом. Вот это японские снимки. Американцы, конечно, очень хорошо работали. Вот этот Lunar Recognitions Orbiter самый полезный аппарат был. он снял всю поверхность Луны с великолепным разрешением до 20 сантиметров. Разрешение. Теперь карты Луны обалденного качества у нас есть. А все места посадок сняты. Вот первое место посадки Аполлон-11. Вот тут осталась нижняя часть посадочного аппарата. Она так и остается на Луне. Это тогда архот тень Армстронда и его лунный корабль. Это он снимал. Вот здесь он стоял. Этот кратис и снимал свой. А это уже сегодня, не сегодня, а недавние годы сняты с орбиты. Это место посадки Аполлона-12. Помните, они здесь сели, а потом пошли к своему этому роботу, который за несколько лет. Вот этот вот снимочек был. Вот это они здесь. Тропинки. Вот эти вот тропинки, это они ногами протоптали. Вот они видны. И вот эта тропинка, вот она сюда. видите, все это останется на миллионы лет. А это Аполлон-14. Вот этот самый, который с такой коляской на колесах они были. Вот они здесь сели, а вот следы этой коляски. То есть все это теперь видны. И наши луноходы сняты. Вот все шесть мест посадок американских странах. Все шесть сняты, тропинки протоптаны и колесами проделаны. А сравнить недавно, вот несколько лет назад, в район южного полюса Луны врезали большой скоростью последнюю ступень ракеты-носители, а за ней летел небольшой космический аппарат, чтобы проверить, что там внутри. Эта штука упала в кратер вот сюда затененный. Он в районе полюса южного. И туда никогда солнечные лучи не попадают. Там всегда холодно. А ракета ударилась, был взрыв, выброс вещества. И этот маленький робот, летящий вслед за ней, просто исследовал химсостав этого вещества. Оказалось, что в лунном грунте в районе полюса где-то около 5% воды. Вечная мерзлота. Немного, но есть. Я уже говорил, что история с ракетами для полета на Луну была неудачная. Ее испытали. Теперь вот американцы такую линейку ракет задумывались. Доделают или нет, непонятно. Тоже с деньгами у них нет. Но все же лететь с какой целью? А вот они тоже не видят пока перспективы для работы человека. Поэтому не торопятся делать мощные ракеты. А правда посадочный аппарат для Луны они сделали очень хорошие. Он уже не на трое суток работа, а рассчитан на две недели на экипаж из четырех человек. Вот вся такая штуковина. Там целый дом. И можно будет нормально работать. Наверное, вернуться к этой идее когда-нибудь. Но пока не очень. И перелетный аппарат тоже хороший. Уже с панелями солнечной батареи. Может сам без космонавта долго баражировать вокруг Луны. ждать возвращения экспедиции с лунной поверхности. Что мы можем с Луны поиметь? Единственное, на что есть расчет в смысле экономики, это редкий изотоп гелия. Гелий-3. Обычай гелий-4. А это легкий изотоп. Он очень бы пригодился, если бы термоядерная энергетика стала на ду. Пока мы еще ни одного термоядерного реактора не создали. Но если создадим, то это хорошее топливо для него. Но пока нет реактора, то и изотоплив он куда особенно. Оно есть. В узком, в небольшом слое лунной пыли довольно некоторое количество этого изотопа есть. Сохранится. А на Земле? На Земле практически нет. Ну вот про этих мы говорили. Скорее всего, это туристы будут лунные. А и на Луне придется жилище для космонавтов накрывать толстым слоем породы в защиту от радиации. Иначе там и так. Ну, я думаю, когда-нибудь к Луне вернуться. Уж очень близко. Чуть-чуть три дня полета. Наверное, вернуться к Луне. Но пока это все не будет.